Hello everybody, hi my students, hello friends, bonjour mes amis, aujourd'hui l'anniversaire de la grande révolution d'Octobre de la Russie. 105 лет исполнилась октябрьская революция Ленина, которая сопоставима с переворотом, который в Древней Египте совершился их натурным. Ну и которая там произошла уже в эпоху позднего царства, когда нашествие было рабов, то есть восстание было рабов, и рабы восстали, и вышли из Египта якобы семитские племена, на базе которых сформовалась группа людей, которые называют себя евреями. Они вышли из Египта, и это был большой исход, большая революция. Вот и тогда тоже было то же самое, тоже было как бы вхождение изнутри, то есть взрыв вот этой египетской цивилизации, и ограбление всех ее, как говорится, ценностей, богатств, и убиение всех, как говорится, верхушки всей этой египетской, и потом с награбленным выходом наружу. Также и здесь была революция, и Великая Октябрьская революция, она сокращенно вор называется, да, то есть вор у вора, экспроприация ограблена, да, у народа, это было все экспроприировано. Ну, в основном все вывезено, конечно, за границу, потому что открыты были и пароходы, и самолет, то есть самолетов не было еще, но всем видом транспорта вывозилось все за границу. Сейчас в 93-м году была еще подобная тоже революция, это тоже Великая Октябрьская, вор, когда расстреливали, Ельцин расстреливал Белый дом, да, то есть правительство СССР. Ну, вот окончательный развал, как говорится, Египта, вот этой, в центре которого Египта стояла тоже пирамида, не тот Хамона, а не Ихнатона, а Владимира Ильича Ленина, ну, который нас считает святым, потому что сказки, которые он написал, сказки я имею в виду по выражению некоторых наших лидеров, правил, что старик написал сказки, которые не выполняются, он заложил мину, и как раз на него можно удобно свалить все эти безобразия, которые мы совершили тут вот после его смерти, да, и после выстрела в него в 18-м году. Ну, вот много сейчас погодок идет, искажение истории заключается в том, что все валится вот на этих великих, так же и как на этих великих все будет валиться, потому что они будут козлоотпущением. Значит, на Ленина сейчас валится что? Что там, оказывается, он Абутов виноват, то, что забутили, там очень много товарищей троцкистов и со сталинцами много забутили людей. Вот, всякие там оппозиции и так далее, там подобная борьба, вот эта внутрипартийная борьба между, уже как они делили вот эту шкуру убитого русского медведя, да, они между собой делили, между эсерами, там большевики, меньшевики и очень много таких фракций, и они друг друга, конечно, забодали, и победила какая фракция? Саддуки и фарисеи, в принципе, на две большие группы делятся вот эта вся революционная комарилик, и обрезанных, так называемых, обрезанных, да, А они почему обрезаны? Потому что они сами были в Египте рабами, поэтому они обрезаны, как скотину метят, чем-то надо метить, и тем именно физически на них какой-то штаб наносить. И вот это обрезание есть символ вот этого рабства. Вот таким образом, то есть они рабы вот этого, того, кто их погоняет, вот на эти подвиги, значит, разрушение наседлых народов, да, и ограбление наседлых народов. Ну, все, оно почему произошло-то? Вот семитские племена сам по себе чистые, вот китайцы тоже семитские племены, да, семитские племены, там, индонезийцы чистые, там, и другие, вьетнамцы, лаосцы, камбоджийцы, они все это семиты, только они не перемешивались с другими расами, вот, тяжело перемешивались, особенно вот эти семиты, которые японцы, да, но все-таки японцы перемешались, но немножко, но немного перемешались. Когда откочевали туда, вот, с Московской области, кстати, люди, когда было великое переселение народов, с Московской области перекочевали туда вот эти предки современных японцев, которые породнились с местными айдами. И вот, значит, конфликты весь заключаются между кочевниками и оседлыми. Кочевники всюду сновали и сеяли хаос, ну, естественно, когда оседлые живут, у них там порядок и все, и двери не запираются, ну, на засовку какую-то палку поставят перед дверью, значит, хозяина нет дома. Никаких замков, ничего не было, не было чего, воровства, поэтому в пределах вот этого сообщества оседлых народов было какое-то стабильное общество, не было ни воровства, и никто не врал, не оговаривал друг друга, то есть ложного не свидетельствует. Когда своруешь, ты же валишь на другого, это ложное свидетельство. И вот эти люди, которые воруют, то ложное свидетельство, они истребляются с земли, они и составляют костяк вот этих кочевников, они все воруют. И материальные ценности, и интеллектуальные ценности, приписываясь у себя. Вот таким образом, то есть получилось, кочевники, во-первых, кочевники рас, во-вторых, еще смешение между расами, а в Библии же что написано, там колоссальная емкая фраза написана в Библии, они же переписали все в Египте, там было написано так, нельзя сеять на одном поле пшеницу разных святов, иначе она начнет вырождаться, и будет все мельче, 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 будут такие, как князь Давид, который там, то есть царь Давид, который у маленького бога росточка. И как вот выродили современные все многие правители мира, да, всего. Наполеоны всякие, наполеонщики и наполеонманы. Вот, и наполеонтины, кстати, вот таким образом. И разница-то у них, когда они выше из Египта, я возвращаюсь к тому, что они почему разделились, и вырождение вот это. И отсюда понятно, а вырождение как-то надо компенсировать, поэтому надо смешиваться с другими как бы племенами, с африканцами, с белыми и так далее, и тому подобное. И перемешиваться вот это, кочевники это добивались, как бы компенсации вот этого вот, того греха, который они совершили, перемешавшись с другой расой. Это колоссальный вред. Ну, второй вред они взяли в Египте, когда египтяне пытались эндемическую общину добиться, как межокровно-родственные связи. Там мать с сыном, отец с дочерью, брат с сестрой и так далее. Близко-родственные связи, или как Рахманин, допустим, с двоюродной сестру, тоже урод родился, который там где-то, не знаю, в Москве живет. Вот таким образом. Это одно дело. То есть межрасовое вот это скрещивание, оно дает плачевный результат. В результате получается политическая, то есть буржуазная проститутка, вот это генетика. Генетика, да, она нужна для чего? Для того, чтобы поправить вот эти гены, которые разрушены были в результате вот этого. Мало того, что там еще кайнистская цивилизация была, про которую хорошо говорит Катасонов, не буду его повторять, а про саддукейское очень хорошо Екатерина Шульман говорит, потому что она сама исповедует вот эту саддукейскую точку зрения, саддукейское мировоззрение, что наука это все, а вот эта невидимая, эта вся религия, это все сказки. Ну, так же, как и многие у нас сейчас говорят, да? А другие, наоборот, в оккультизм влезли, вот эта вся Лубенка в оккультизме, и ничего представляет она из себя, ничего. Так же, как вот, видимо, все силовики, которые, ну, генералы, которые вот с подьяческой, по Салтыковщи-Дрину, которые, ну, булок хочут, но у них не получается, а булки у них исчезают, булки не получаются, им надо мужика ловить, и, как говорится, чтобы он им в ладони щи варил. Вот таким образом, то есть, нет границ, вот как на том острове, я говорю, есть и границы, и в Японии тоже очень ограничено, поэтому они там более в гармонии живут, но если бы не было вот этого внешнего влияния, все равно какое-то влияние внешнее есть, какое-то перемешивание межрасивое есть, и там тоже началось вырождение, вымирает деревня, сконцентрируется все в Токио, даже бесплатно дают дома, вот кто в Токио живет, 10 лет в Токио прожил, тебе бесплатно в деревне дом выдадут вместе с участком, но нас надо сколько там, тоже бесплатно дают, потому что тоже самая, та же ситуация, потому что коренное население под влиянием вот этих рептилоидов, оно перестало рожать, потому что рептилоиды очень много требуют, а рептилоиды это основа государства, основа государства, государство это что? Это налоги, это силовики, вот это государство, это насильный отъем произведенного народом, вот это государство, а поскольку там оно в основном из кочевников, из рептилоидов состоит, то им все больше и больше надо, и для лечения вот этих генетических своих результатов, межвидового близкородственных связей, плюс межрасового скрещивания, для урода, который из этого рожается, нужно много вкладывать в эту медицину, в науку и так далее, в генетику. Вот буржуазная проститутка, ну правильно говорит Сталин, потому что эта буржуазная проститутка, она как раз порождение вот этого буржуазного строя, где все возможны, всевозможные виды, как говорится, всякого скрещивания, а в Индии даже, там уже вообще варанаси, там и с животными, там и храмы, где они пропагандируют вот эту всю систему свободной вот этого всего, это демократия. А мы сейчас себя за демократов, значит, перекрасили демократов, в голубой цвет мы перекрасились, поэтому мы говорим, я демократ, демократ, я демократ и все. Я, значит, за Байденом, потому что у меня так Байдан, там Байдан, у меня Мордан, и там Дэн Саопин. Ну все, мы, значит, хотим дружить. Вот таким образом. Другая точка зрения, это Садукеевская, она вся переехала сейчас в Вильнюс, и там съезд вот этих оппозиций, съезд с оппозиций тоже. Он весь, как вот эта операция Треста была тогда, да, те же самые, вот Гудкова из Лубянки, и все Пономаревы туда приехали, ну вся Чичваркины и так далее. Всякая, это, как говорится, лубянская предательская сволочь, да, типа Швецов, там, и Жерновых, и так далее, и там подобное. И вот они собрали там учредительное собрание, в начале, как раз сегодня, у них третий день заседания, как раз они вырабатывают там поиску дня, и говорят о том, что без внешней поддержки мы Путина не свалим, а нам нужно вот что-то такое внешнее, силовое, мы готовы возглавить там, то есть быть приказчиками, как вот сейчас мы являемся, как говорится, приказчиками у английского двора, то есть у Короны, у Карлы, мы сейчас работаем у Буратино, почему? Потому что мы за прошлый год, за 2021 год, отгрузили туда 307, по-моему, больше 300 тонн золота, то, вы представляете, сколько золота, сколько компьютеров можно слепить из золота, сколько контактов и так далее, и там подобное, сколько полезных вещей, нужных для дела. Кстати говоря, мы 30 лет уже правим, 30 лет у нас Единая Россия правит, 32, и мы за это не сделали ни одной операционной системы своей, родной, и массовое производство компьютеров мы не наладили. А это что значит массовое производство компьютеров? Это значит авторучка, это авторучка. Потому что когда сейчас осушали вот этот вот канал какой-то в Париже, так там этих ломаных приборов электронных усеяно все, в предыдущий раз и осушали, 40 тонн вывезли, и сейчас еще больше собрали там этого всего электронного хлама. Вот таким образом. То есть там на поток. И мы пользуемся даже, завалили нас китайскими этим компьютерами, и другими, южнокорейскими, и индонезийскими даже, и другими странами. Но не говоря о том, что США там вообще тоже. Центр этого всего дела микроэлектроники. То есть мы ничего не развели, ничего не сделали, но мы постоянно спекулировали. Через Чубайса, вот он, мы ему доверили 400 миллиардов доллара, 400 миллиардов долларов. Вот представляете, что это арносили, вот это арестованные наши эти деньги. Но за эти 400 миллиардов мы даже, как говорят, снадный носок никаких не имеем для солдат. И надо ботинок этих, рваные штиблеты носят солдаты у нас. То есть мы работаем для чего? На вывоз. Вот вывоз всего хорошего. А здесь есть больше соток лам и свалка. Здесь свалок на море этих свалок. Потому что при капитализме это невозможно. А здесь какой-то ирзатский капитализм у нас создался. То есть такой, ну, в общем, казаменный. Ну, по протоколам сельских модельцов там написано, что у нас будут вот элита, там вот она элита, это наши люди в Москве сидят, они все управляют. Это, как говорится, свои, высшая каста. И несколько миллиардов, преданных миллионеров, а остальные все, среднего класса нету, а остальные все быдло. Так и написано, то есть в плебеи. Вот такое государство, никуда не годно, никуда не годно. То есть настоящее государство. Это сильное государство, которое гонит мужика. Это Топтыгин первый, который, как по Салтыку, там три Топтыгина было. И, по-моему, Топтыгин второй, или первый, он гнобил вот этого мужика до тех пор, пока не образовались вот эти у нас спадьяческие генералы. Вот одни генералы, а работать некому, и свалки. Вот и генералы там на острове сидят, в свалке ждут мужика. Когда его изловят нам мужика. Вот сейчас дело все идет к этому тоже, ситуация идет к этому. Как будут они вырулить из этой... Пытаются те же самые провокаторы лубянские, типа Гудковы, да? Там сформировать какую-то операцию, трест, чтобы привезти сюда вот этих всех этих, и всех сюда заграбить, и опять запрячь их туда, чтобы они наворовали там бы, там бы наворовали, и сюда бы все повезли. Ну опять, повторяю, это же дело и вот и кочевое племя называется, а не себя Укры, да? Укры, они же тоже кочевое племя, и с Придголевом, там, и Малаев пришли, со свиньями своими, да? И со священными коровами. Вот они тоже, они чем занимались на Украине? Изыманием всех богатств, плюс воровством. В основном воровство, как говорил Иван Грозов, но у нас ему памятник стоит. Ну потому что мы его уже любим, мы же демократы, а он тоже был демократ, хороший, да? Он говорил, что мои все воры, мои все воры. Вот это лозунг Ивана Грозова, это написано его рукой в переписке с его, как говорится, оппонентом, который тоже сидел в Лидве в Вильнюсе, который уехал в Вильнюс. То есть история повторяется, но мы носок хамелеона, что мы сегодня Ивана Грозов, а завтра мы Сталина, а послезавтра мы Гитлеры, а потом мы, сейчас мы ругаем Ленина все, потому что мы смесь Гитлера, Сталина и Наполеона, что-то пытаемся из себя изобразить, так, чтобы всем было хорошо, и Дэн Сяопину хорошо, и Шульцу было хорошо, и этому Карле, особенно Карле, который нашего Буратино готов уже шить, как говорится, на костре. Ну, не шут, причем, потому что он ему золото вывозит, а золото это власть, и написано в протоколах, власть это что, золото, и куда идут потоки золота, туда идет, это и есть власть, тот центр, где золото собирается, а эти 300 тонн все в основном в Англию, то есть мы служим Англией, мы ее предатоки, причем на уровне Индии, то есть еще Индия, ну Индия, да, это, как говорится, наше будущее, мы индустриализацией занимаемся, у нас свалок уже достаточный, и Варанаси, у нас уже Сталинград, Волгоград стал Варанаси, с этим говном, который плывет по этой священной реке, как говорится, Гуанге. Вот таким образом, то есть неизбежность войны, это проходной двор для кочевых народов, здесь и цыгане кочевые, здесь и славяне кочевые, здесь кочевые семитские племена, значит, хазары, как говорится, вот калмыки, там он говорит, ну калмыки это да, хотя и калмыки, они били вот этого Ивана, то есть Петра уже первого, их вот тоже мы любим, Петра первого, смотрите какой памятник, это памятник колонизации России, то есть колонисту, первому колонисту, который, собственно, превратил Россию, как говорится, в предаток Запада, в предаток вот этой Ост-Индийской кампании. Вот таким образом, и что еще, 1 сентября 2022 года состоялся, естественно, неочередные выборы, значит, премьера Израиля, это большая должность, предыдущий премьер чем не устроил, потому что сейчас Димак, ну он был более байденист, чем трампист, и сейчас опять вернули старого, вот этого Натаньяху, это Натаньяху, он как раз семьями близкие с Байденом, семьями, и плюс он левший друг нашего великого Корчева, вот, поэтому тот триумвират, он возобновляется, этот триумвират, и опять готовы они, при поддержке, опять же, Ми-6, да, мы готовы уже опять вернуть Трампа, или Трампа-подобного существа, который будет действовать по его же принципу, но уже, как говорится, перекрашенный в красный галстук, да, вместо синего. Вот таким образом, то есть это великое было событие, возвращение этого Натаньяху, в Италии хотели вернуть, но поставили женщину, хотели вернуть вот эту Берлускони, тоже, но не прошло по возрасту, не прошло, там уже за 85 лет. Вот такой бодрячок, тоже левший друг нашего великого Корчева. Ну вот, значит, такие очень большие события, съезд, зарубежный съезд оппозиционных депутатов, там всякие швальпы, всякие отбросы от рубянки, и примкнувшие к ним, вот это неугодные нам миллионеры, да, они перебежчики, миллионеры, их становится больше на Западе, чем у нас. Поэтому это великое тоже событие. Вот эти два события, выборы, значит, в Израиле и съезд вот этот, они, конечно, определили, вот, да, вектор. И вслед за вот этим выбором, как только Натаньяху, сразу же, значит, начинается зондаш в Украине. Значит, Израиль предлагает Украине ударить по Ирану, видите, как интересно. То есть по Ирану, а, как говорится, Иран теперь между двух огней. Значит, Зеленский, с одной стороны, может ударить по Ирану, но это фактически будет ударять оружием израильским, потому что Израиль готов поставлять оружие Зеленскому. И поставлять для того, чтобы Зеленский ударил по Ирану, по его атомной программе. Их интересует, чтобы разбомбить их всю эту атомную программу Ирана. Плюс изнутри Иран тоже подогревается вот этими недовольствами оппозиции. И как стражи справятся с этим стражей, исламской революции неизвестно. Вот таким образом, как мы говорили, что основной будет вектор, будет направлен против мусульманства. С другой стороны, мы вроде бы, как говорится, с Ираном дружим, но это мы дружим, как говорится, мы знаем. Цену нашей дружбы мы знаем, мы тоже снаружи дружим, но цену-то мы наше КХ народу повышаем. И налоги повышаем. Мы даже налоги повышаем на их рептилоидных детей, которые вот по телевизору мы слышим, то подайте там Пете, подайте Васе. Вот у него того не хватает, того, и он дебил вообще. И надо лекарство такое, оно стоит. Бешеные деньги соберите нашему этому маленькому крогоделенку, как говорится, чтобы он еще пожил немножко. Ну, хотя на это налог уже государство взяло, но оно истратило на себя, оно не на этого, на них не будет тратить. То есть спасение этих утопающих, это дело рук их, утопающих, а налог, понятно, да? Но на войну, война нужна, да? Почему нужна война? Потому что опять увеличить число вот этих инвалидов, чтобы опять они размножались и напрячь это общество еще, чтобы оно не выступало, не пробовало свернуть эту власть. Да, ну как же будут инвалиды, пришедшие с войны, они будут инвалиды, это да. Плюс к тому, всех, которые будут придуть с войны, тоже у них жизнь под вопросом, потому что они будут получать очень большие деньги, хотят получать очень большие деньги, они за этим туда многие идут. Но они не понимают, что здесь они будут просто... Вагнерцы, они, как говорится, тоже это делают, это не шуточное дело, они не будут. Вагнерцы управляются миллиардером, который деньги умеет считать. Вот таким образом. То есть использованный материал никто оплачивать не собирается. Вот он использовал, добились они победы, а дальше они уже не нужны, но их в лучшем случае куда-то там психушку сплавят или там на лечении, на лечении вот этих испытаний на них, вот этих новых видов лекарств. Кстати говоря, вот это вся, значит, весь следующий год и вот это весь вообще тысячелетие, это будет тысячелетие медицины и будет стараться вытягивать вот этих людей, вытягивать. Все способы применения для того, чтобы вот сделать, как говорится, из Г конфетку, из, значит, вот генетически, как говорится, не оправдавшего себя дерьма, вот этими микроскопическими операциями, как говорится, сделать, но ничего не получится, потому что здесь будет крах, полный крах. И даже вплоть до того, что успех будет такой, что, может быть, и жизнь-то будет продлена, да, но люди будут отыскать смерти даже до того, что так жизнь будет продлена, но она будет настолько примитивнообразна, как у роботов, которые на автомате все время работают, да, вечно-вечно работают, вечно делают одну операцию. Они будут искать смерти, но смерти, как говорится, убежат от них, как написано в Библии, да. Вот таким образом. Что еще такое важное-то петлю? Ну, вот день был, второй, да. Там Закише, я про СВО не буду говорить, это специальное, это, значит, опасное кино. Да, вот это вот то, что Зеленскому предлагают, ударить по Ирану. Вот сейчас мы это дело, в следующий момент мы будем его, это дело изучать. Вот. Ну, что касается, новые вышли ролики Шульман, где она излагает позицию, вот я говорю, вот это вот, судуки, судукийство, это, значит, отвергание всей религии и только научная основа и все вот это вот вольтерианство, да. Друг Екатерины, второй вольтер. Вот. А другая позиция, это позиция фарисейства, это религия, она излагается, и эсхатология тоже, религиозная, вот, христианскую позицию излагает хорошо, Катарсонов, он стоит на этой позиции, и многие, кто успешно работают. Вот, например, преподаватель английского, он бесплатно ролики выкладывает, бесплатные, с самого низшего уровня, можно с самых маленьких детей обучать первого класса, с первого класса и даже дошкольников обучает он вот этому английскому языку. Он молится христианскому, он в Россию Оптимскому, христианским, святым молится, Сергею Радышевну, чтобы его... И он уже многие языки преподает, научился преподавать, и больших высот достиг в этом вопросе. Вот таким образом. То есть вот эти три религии, они в основном сейчас завладевают миром, и как вот это вот китайское, все же будет ориентировано сначала против мусульмальской, а потом против Китая, с тем, чтобы вот эта общая религия, которая симбиоз из этих религий, ведь золотая середина, она где-то посередине, между саддукеями и фарисеями, потому что ее исповедовал, кстати, вот Ленин. Он говорил, что религия, она должна быть внутри человека, она не должна касаться вот этого материального мира, она должна исповедоваться внутри человека, и он должен. Но его функция человека и социальная, то есть приносить пользу обществу, и общество один за всех, и как вот всех за одного, всех за одного. Вот такая система. И стремиться к тому, чтобы эксплуатации было как можно меньше, а роль государства все уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться должна быть. И эсхатология вот этого вопроса излагает хорошо фантаз Ефремов, который являлся коммунистом и тоже на этой позиции стоял. А там эсхатология вплоть до, как говорится, объединения с другими галактиками, с туманностями Андромеды и все такое прочее и тому подобное. Ну и это затрагивает вопрос вот этого порождения вот этих еврейских колен, за которые они борются, 12 колен нормальных, и один данный, вот где Морданы, Байданы, Денсиапины и другие данные. Вот Ван Данский, она тоже в политику, сейчас она блогер, тоже на ЮКЮБе, очень тоже интересно ее послушать. Она излагает новости из Брюсселя, натурально из Брюсселя, излагает свою точку зрения, значит, Ван Данскую точку зрения. Вот Ван Дамскую. Вот это, что касается этого вопроса. А вот военная составляющая, да, здесь у нас войны-то эти по протоколу Севского мудреца, они обязательно должны быть, почему? Потому что основная задача сейчас стоит такая, чтобы во всех странах были послушные вот эти президенты. и где они непослушные, там они свергаются, там они заменяются. Что вот получилось вот это вот с этой премьершей в Англии, в Италии вот премьерша, женщина вместо Берлускони. И то же самое вот в Америке тоже стремятся к тому, чтобы сейчас заменить опять вот этого Байдена, даже досрочно. Но тут там вопрос очень сложный, потому что там двух партнерных системах, и вот эту законодательную пирамиду, которая построена была в Римской империи, ее очень трудно преодолеть, сквозь нее, значит, ни один верблюд не пролезет сквозь это игольное ушко судопроизводства американского. Любое нарушение закона, оно будет рано или поздно, оно будет наказано. Наказание отвратимо. По существу, в отличие как у нас, вот можно избирать наказание, допустим, съехав в Израиль, даже убив сколько убийц, которые здесь совершили множество убийств, они скрываются благополучно в той стране Израиля. Но там тоже постоянно они спокойны, они все вынуждены быть вооружены вплоть до женщин, для того, чтобы своими братьями, тоже обрезанными, значит, рабами, детьми вот это белых Сары и Агари, да, они белые были, белые. А Брам был, значит, Семид. Семид отличается внешне очень сильно от тех евреев, которые сейчас есть, которые являются помесью с белой смесью, с белой расой. Это прогнатизм, то есть челюсть, она вперед. Когда нижние зубы, они впереди верхних зубов выдвигаются, и нижняя челюсть, она большая, она вперед. Это чистые уже, это чистые Семиды. А все остальные Семиды, их множество, конечно, вот как, как говорится, песок морской, я говорю, буду сеять вас, как песок морской. И вот Китай, Индия, там, как песок морской, они как хотят, так и развиваются, извратили всякий путь свой на земле по части вот этого размножения, да. Ну, что можно сказать, что Шульман недавно, тоже выпустил последний ролик, это великолепно. Она, свою точку зрения, сказала, но как слышал, так и сужил. Есть в Библии тоже такое, в Евангелии, в каком-то Евангелии написано, что Иисус Христос сказал, как слышал, так и сужил. Ведь, когда человек рот открывает, вот у нас пропагандоны по радио, по телевидению, везде смотрят, что там такими хриплыми, пропитыми, прокуренными голосами не говорят, голос неприятный, не музыкальный. Ну, вот у меня тоже. Это говорит о том, что человек грешный, да. И вот Иисус Христос, у него был слух, конечно, фундаментальный. И также и медицина-то, она может быть на этом основана. Как человек рот открыл, уже известны все его болезни по спектру частот, которые он выдает в процессе речи. Но многие сейчас тоже отличают, вот даже выступления этих наших великих лидеров, это все улавливают каждый жест, анализируют каждый жест, психиатры, психиатры, психологи и так далее. Они все изучают и сравнивают, какие дивергенции происходят в личности, какая дивергенция происходит в характере. И кто, допустим, в одной речи он правой рукой держался за кресло и не шевелил ей, а в другой начинает правой рукой болтать по-всякому и чесать, как говорится, нос. То есть уже видели дивергенцию. Что-то произошло со здоровьем, да, то есть оно либо в хорошую, либо в плохую сторону. Также, как слышу, так и сужу. Можно сделать вывод о том, к чему человек стремится, к правде или ко лжи. Все, которые пропагандоны, их невозможно слушать. Кто-то как заносчиво выступает, кто-то хрипло, кто-то... Вот как Шульман, она великолепная. На трех языках она чешет быстрее даже, чем этот вот трансвестит политический Михеев. Она шустрее говорит его, но на трех языках, да, она может одновременно говорить на трех языках, фразу на одну, фразу на третью и так далее. И знаний, очень много наложено знаний, этих книжек все уложено, и она очень пазлы из них очень красиво и складывает Шульман. Но иногда ее слушать неприятно, когда она говорит не то, что, ну, не к правде стремится. У нее голос скрипит, как у бабки, вот на скамейке, как старая бабка, говорит, а она молодая еще женщина. Хотя мать героиня, там, мать двоих или трех детей, которых она жалит, что рожала в последней лекции, говорит, каких-то там детей рожала 20 лет. Вот, ну, действительно, талант колоссальный у нее, и возможности, ну, видно, что она находится где-то посередине, видимо, вырульт все-таки, она выскочит, этот скакун, на правильную дорогу, правильную, между вот этим саддукийским и фарисейским, где-то золотой середины. Находится тоже она сейчас в Германии. Вот эти такие блогеры. Ну, сейчас появился еще Иван Павлов такой, или Павел Иванов. Павел Иванов, да. Ну, он, это, значит, тоже такие сказки, косит себя под коммуниста, но ругает тоже высокие власти и так далее. Ну, образец вот этого вот коммунистического пропагандона, который псевдокоммунистического, потому что настоящие коммунисты-то, видимо, расстреляли своих большевиков. РСДРП еще когда было, да, основано. Как говорится, сценария Фекла расстреляли всех большевиков. И собрали всех разбойников. То есть, вот все мои воры и поставили памятник главному вору. Сейчас вот эту книжку издали, что завещание Ивана Грозного. Что будет в этой книжке, мы, может быть, в следующий раз посмотрим. Я ее где-то нашел, раскопал эту книжку. Изучу ее. И вы можете сами тоже изучить. В интернете, если найдете, завещание Ивана Грозного. Но касается, к этому все идет. Потому что зарубежный вот этот съезд говорит, ну, мы будем опираться, конечно, на западную силу. И западная сила, вот, запад пусть решает, что делать с этим сурцским мужиком. Пороть его или расстреливать. Это, говорит, наши будут руководители силовики западные решать. А мы будем исправно, как говорится, тоже золото вам возить. Но в больших количествах, чем Путин возит, да. Но пока еще Путиным все довольны. Запад весь доволен. Потому что 300 тонн золота когда-то грузить. Хотя пропагандистки будут его ругать по-всякому. Будут ругать всякими словами. Но поддержка колоссальная. Потому что если Сталина была колоссальная защита. Но, тем не менее, его ближайшее окружение отравило. Потому что в ближайшее окружение как раз и были все агенты иностранные. Тоже Каганович, тот же самый Берий. Французский. То английский шпион там этот. Кто-то Косыгин. Косыгин фактически английский был шпионом. И Андропов был тоже агент МИ-6. Ну что там стоит? Как бы сказать, вот эту программу всю свернуть. Но пока она держится, эта программа, она держится тоже не на внутренних. Нету народа. Потому что народ и государство, они... Это две контрарные противоположности. Народ это эксплуатируемая часть. А государство это конгломерат эксплуататоров. То есть это вот можно считать, что шайка разбойников сейчас. Ну и в любой стране она шайка разбойников. Хоть даже в Китае. Они себя за социалистов. Но все-таки они считаются Китайской Народной Республикой. И стараются быть народной. Потому что там, как говорится, по понятию тоже беспредельщиков нет. А некоторые уже здесь переходят на беспредел. То есть народ это быдло. И все такое его пороть или расстреливать, как Гудков говорит, да? А то бы Лубянск, Лубянец, да? Бывшая не бывшая, Лубянск и не бывает, да? Генерал там он, или-то полковник ФСБ. Один из организаторов вот этого съезда депутатов России в Вильнюсе. В изгнании, как говорится, да? Вот такая вот обстановка сейчас сложилась на начало ноября 2022 года. Конечно, очень интересно следить. Интересно следить, как оно все совпадает с этим. Когда, если в ноябре, да, какого-то числа была нулевая стабильность, да, то там и обнаружилось, что выборы в Израиле были. И выбрали вот этого Натаньяху, который стабильности будет обеспечить это точно. Вот она еще будет 11-го числа. Нулевая стабильность будет 11-го числа. А сегодня седьмой, я повторяю, сегодня седьмой. Вот таким образом. Седьмой и одиннадцатого. Ну, нормальный такой день. С точки зрения Пифагора, я вот эти вот покажу. Некоторые моменты. Если получится, конечно, так что тут. Вот оно, седьмой и одиннадцатый. Более или менее. Ну, самодурств, конечно, тут полно. Ну, и так же можете построить все. Такой же дневник себе заведите. Следует отметить, что сейчас мы немного пройдемся по марту. По марту. Что там у нас? Январь, февраль мы с вами проходили. А вот весну, весну 25-го года мы еще не проходили. Сейчас я открою весну и посмотрим, что в третьем. Какие итоги будут третьего, если найду. Вот оно, март. Особенности, значит, марта, какие особенности? 15 рептильных дней. А что значит рептильных дней? Это значит, будут в этот момент образовываться рептильные люди. И они так же будут рождаться, да? И в то же время влияние в эти дни рептильных людей будет больше, чем обычных людей. Влияние их будет больше, они будут тянуть одеяло на себя. Эти дни особенностей. Теперь, что здесь еще в марте будет? Ну, это, там стабильность ноль не будет. В третьем году нулевой стабильности не будет. Теперь много дней с высокой... Ну, вот духовных дней много, да? Семь дней чекиста. Чекиста, да, вот это тоже важно, да? Дни чекиста, это где две восьмерки. Это такие дни, где две восьмерки есть. И пифагорские дни, пифагоровые дни, это 3, 4 и 5 марта 2023 года. Ну, вот, значит, один день высокой максимальной духовности, это пятерка, да? Ну, и сами можете такую статистику набрать, посчитать среднюю стабильность за месяц, среднюю стабильность за год, за 23, да? И можете, значит, открыть историю, взять вот хроники, допустим, 223 года. И что было в этих хрониках от 2023 года. Это будет примерно то же самое, та же обстановка, какая была вот, какая будет в 2023 году. Так же, как в 222, вот мы сейчас вот рассматриваем, в 2022, так же и в 222. Ну, ну, все только немножко по территории сдвинуто. Если там, допустим, Гелиогабал погиб, то тут королева Елизавета. Ну, Гелиогабал где тут он? Это римская, а тут Англия, сравнительно недалеко по Истягальской войне, да? И, то есть, да. И, так же, ну, с другой стороны, Япония, да, сравнительно далеко в Японии убит был. Вот, Гелиогабал был убит, а премьер Японии убит был в Японии, да? Тоже в 2023 году, в 2022 году, то есть потом. Вот таким образом. И это будем сопоставлять, посмотрим, потому что, если оно будет систематически все повторяться, относительно каких-то стандартных событий, как вот, даже в древней истории, вот смотрим движение кочевников, пандемии, распространение пандемии, это все с движением переселения народа связано с пандемией. Потом сокращение продолжительности жизни связано с межрасовым скрещиванием, сокращение средней продолжительности, сокращение жизни. И дальше, уменьшение числа населения в связи с тем, что экология сама себя начинает поддерживать, и люди не получают от экологии того, чего надо, и не дают ей того, что ей надо, что они предназначены, собственно, как садоводы здесь, на земле работают как садоводы. Что давным-давно, вот, поняли эти японцы, которые поддерживают культуру в своей стране. Ну, можно сказать, что Англия была же тоже очень грязная страна, она была грязная. Диккенс, если почитать, кто Диккенс не читал, он про Россию-то тоже ничего не может сказать. И тот, кто читал в Англии Диккенс, они же англичане, многие Диккенсы не читали, они не знают своей истории, что у них было. И если бы они читали Диккенс, они поняли бы, что и в России тут вот делается в России, сейчас. Вот примерно такая же самая ситуация. Ну, немножко прогресс идет, все-таки мы, как говорится, все существуем, несмотря на войны. А войны, я подозреваю, что именно они обусловлены тем, что вот этими двумя причинами, что невозможно людям, которые воруют и врут, находиться на земле долго. Они должны быть истреблены. И вот эту закономерность я уже отмечаю исторически во многих государствах. Даже вот индейцы, испанцы убивали этих индейцев, почем зря, скальпы собирали охотники. Кстати говоря, вот тоже в начале года поставка оружия, новая партия оружия на Украину будет с дальностью тысячи километров. До тысячи километров вот это с навесками дополнительным будет охотник за скальпами, как говорится. То есть оскальпитель, ракета так называется по-ихнему. То есть срезатель скальпов. Вот такая ракета будет поставлена Зеленскому. И тогда эта ракета может долететь, ну, вошел до Воронежа, да. И куда угодно. До Сочи может долететь, может долететь до Крыма-то легко. И в другие все места она может долететь, ракета, и достать, говорится, уже война придет ко двору, значит, царь Додона. Вот таким образом. И здесь еще нерешительность царя Додона, она заключается в том, что поздно решение принимается. А это говорит о том, что, опять же, по Пифагору трудно считать, что он рождет в 52-м году. Это невозможно. Потому что там дракон существует, и он появляется, исчезает, появляется, исчезает. Это вот как дракон, это типа Натаньяк, он исчез, потом опять появился, да. Вот здесь именно Тигр, вот так же, как Кириешка. Кириенко, он, значит, тоже рожден в год-два, и тоже ведет людей в погибель. Все вот эти люди, они ведут, и тоже у них замедленные реакции. Они долго-долго-долго сусолят, вот с этим не могут принять решение, не могут они принять решение и подписать документ необходимый. Не знают, что... А когда вот это подписать, это уже поздно. Уже поздно. Там поезд ушел, и надо отыгрывать назад. И как вот с этим с хлебом мы отыграли очень быстро назад, потому что поняли, что что-то мы не то свернули. Что-то мы в военной плоскость хотели перевернуть в политическое, но оно не получилось. И пришлось отыгрывать срочно назад, быстро назад. Вот это вот единственный момент, когда быстро отыграли назад. Но когда быстро принять решение, это уже тяжело. У нас очень долго все проходит по ТЭ. Ну и самая главная задержка не в процессе подготовки решения, потому что все решения, они выложены. Вот спектр, как карта, они... Пожалуйста, выбирай любую. И, как говорит, царю видно. Все карты видны, и от него только, от него зависит его ответственность, какую карту выбирать. Ну, значит, мы выбрали карту, вот, опускание Ленина, как говорится, опускание его с точки зрения... Вот он как бы забутил, я повторяю, это наш праздник, забутил Бутович. А получилось-то как? Ленин-то в 18-м в голову ранили, в голову. Ну что это значит в голову? Значит, это серьезно. И дальше на него начали валить, все на него начали валить. Ну, естественно, когда человек больной, он дальше мало такого выдавал на гора, и вместо него работали уже камень в Зиновьеве. Кстати говоря, если бы он был такой жестокий, как про него говорит царь Дадон наш, то, значит, он бы Зиновьеву Каменного 6 ноября бы убил, да, то есть 24-го, потому что они выдали. Он бы тоже распорядился их застрелить, прямо тоже на конспоративной квартире. Они заседали, камень в Зиновьеве предали, выдали дату восстания. Вот, он не был жестокий, и революция-то на всего там 2-3 человека. Молодежь-то этого не знает, документы-то старые мы читали, мы знаем, мы можем это передать. Невозможно пока обмануть, потому что не все дураки, и не всех можно провести. Потерь было очень мало при взятии Зимнего дворца. А когда начались потери? Когда начались белый террор. Белый террор открыт был, опять же, с Англией, там английская поддержка, английской вот этой разведки. Так же, как они убивали вот этого, то есть, ну, этого Распутина, там английская тоже была интрига, так же и здесь. Ну, я еще не объяснил про польскую интригу, которая в начале ноября здесь развернулась. Она в связи с Вильнюсом, да? Это же поддержка Польши была. И кто присутствовал на этом Вильнюсском съезде, вчера, первый день съезда этого, присутствовал польский этот организатор шоковой терапии в России. Он разрабатывал вот эту теорию шоковой терапии и вместе с Гайдаром, вот этой всей шпаной, которая была при Ельцине. Вот они и сделали эту шоковую терапию. И, кстати говоря, еще не расплатились народом за обобранные вклады, да? Вот этот капитализм такой, да? Нарастил капитал. Где-то они нарастили, но только на Западе. Это говорит о том, что не самостоятельно. А мы что-то из себя надуваем, из лягушки. Кваква, Москва пышется в слона надуться, да? В индийского слона. Ну, не получается, получается в Варанасе. Вот таким образом. Варанасе – это польская интрига. И аналогично тоже она же началась. И при Иване Грозном, памятник-то, я же говорил, Иван Грозный. При Иване Грозном та же самая была польская интрига. И вот этот его переписчик, левший друг того, да? Князь Гурбский. Он же убежал из Литвы, писал переписку, вел с Иваном Грозным. И там собирал оппозицию. Вот если взять Ивана Грозного и, значит, Великую Отечественную войну, то Иван Грозный и Великая Отечественная война, и первая, и вторая, и вся эта, это меньше потерь было в России, человеческих жертв, чем за вот эти 30 лет правления этих либерастов. Правильно? Либерасты унесли миллионы жизней и раздракунили страну на 15 разных частей. Вместо того, чтобы создать Соединенные Штаты России, они создали СНГ, независимое государство. Не независимое государство, а одно государство, но в виде штатов, в виде каких-то губерний, да? Это другое дело. Ну, не национальный, конечно, признак надо выкинуть, потому что он только в угоду одной нации работает, которая изготавляет фашизм, изготавляет религии. Она три религии изготовила. Это нация иудаизм, христианство и мусульманство. Это три религии изготовила и одна нация, одна. И еще четвертая религия, это безбожие, это саддуки. Это четыре основные такие религии. Вот этим самым спектром, вот четыре карты, да? Они идут по миру завоевывать мировое господство, так же, как это делал. Они делали это при Александре Македонском. Фактически идеологической подоплекой был Аристотель, да? который оригинальную логику изготовил для Александра Македонского, был его учителем, благодарю, вот этого пидораста Александра Македонского, который хотел забывать, значит, вот этих идейцев, которые тоже были все сплошь животными, уже скрещивались, да, в те времена. Вот таким образом, то есть польская интрига сейчас, она параллель имеет с интригой, которая была, значит, при Грозном, и которая была в 605-м году, да, когда в 605-м, 612-м, когда смутное время было, и установление было вот этих Романовых династий, это было, Романовых династий установила польская интрига. И так же, как патриарха, вот этого первого патриарха, сын которого был первым царем Романовых Михаилов, да, вот это изготовился польский, и сейчас они такую же попытку применяют, ну, чтобы установить там своего царя, реставрация, если первая работа Ленина была, развитие капитализма в России, да, крупная работа, она равносильна докторской диссертации, развитие капитализма в России с богатым статистическим материалом, не в пример вот этому Валеру Федорову, да, который там натягивает статистику, как хочет, как этот резиновый изделие, вот на голову себе. И так же вот сейчас, развитие капитализма в России, а сейчас, как говорится, разбитие, да, вот, разбитие капитализма в России можно назвать вот эту вот интригу польскую, разбитие капитализма с целью установления, может быть, даже царя, а какого царя они могут, вот это очень интересно, надо будет посмотреть, кого они выдвинули царя. Сейчас никто не может решиться, какая сменяемость власти. Вот Китай тоже перешел же от сменяемости власти, перешел к несменяемости, то есть там фактически коммунизм стал, как говорится, асимпатически падать к нулю, и возрастает вот эта частность собственности. Так же, как и в России при царе, что было доказано Лениным, что капитализм против государства работает, он свои интересы защищает, и государство – это помеха для любого монополии. Мы же видим это по Ходорковскому, по вот этим Чичваркину, они же все враги государства, они не хотят на него работать, они хотят работать на себя. Вот как Чичваркин сказал на этом съезде в Вильнюсе, он сказал, я вот что, я прошу простой торгаш, я за рубль покупаю, а за рубль 20 продаю, и на эти 40 копеек живу. Представляете, да? То есть, очень хитрый такой ход. То есть, казалось бы, 20 копек, нет, а на эти 40 копеек живу, потому что у него двойная ступень спекуляций идет, вот таким образом. То есть, жена сначала его покупает, продает ему за рубль 20, а он за рубль 40 продает. А он как бы купил за рубль 20, а продает за рубль 40. Вот он на эти 40 копеек живет. Вместе с женой они живут. То есть, у них двойная ступень вот этой перепродажи, спекуляция называется чистая спекуляция это чего убийство геноцид это в одно все в одном плаконе укладывается все спекуляции да вот такой грех совокупный но геноцид и убийство да вот таким образом очень интересно всего доброго до новых встреч переходим сегодня на новый канал у нас открыт 3 числа 3 возможность заливать видео на основной канал который вы знаете все прекрасно всего доброго до новых встреч слава пифагору который в общем нам помогает какую-то дорожку прокладывать и самое главное надо стремиться среднего пути саду киев и лисеев значит где-то между ними есть средний путь а средний путь это и это ленин и есть почему он у нас святой и считается потому что значит средний путь что и восточной философии говорит и западной тоже все одно и то же всего доброго до новых встреч всем здоровья успехов счастья но кто как говорится на войну тут это уже как говорится карма там надо спасаться тоже через невидимое что отрицает вот это вот наша знаменитая екатерина шуман немецкая докторантка но слушать ее тоже полезно очень интересно всего доброго до новых встреч